Хочи наш, ты живисти на небесе, Да светится имя Твое, да прийдет в сольствие Твое, Да будет Твое, Твое, окон, а небесе, и на земле, Крепушка, сущный проживец, и на Сталином долги наши охожи, Мы оставляем дождиком нашим, и не беди нас твои спушения, Боя, избави нас от ухоу. Позвольте ему все, Господи Божий наш, благослови вас на Итезе, Замерет, ничего нет, позвольте, позвольте, нас придется. Позвольте, опоздайте, кто-то садится, считает все, все кучу. Тебе только читать. Кто снимать будет? Все, кто еще считает, что разрешается, это не в храме. Где кончили-то, что считали в последовательности? Послание к эфесянам, 3 глава, 10 стих. Послание к эфесянам. Испытывайте, что благоугодно Богу. Испытывать есть дело совершенных, могущих судей. Поэтому только несовершенному и невежественному разумению свойственно избирать неблагоугодным Господу, каковы вышеуказанные страсти. Вышеуказанные, вот впереди мы читали. Испытывайте. Поможешь? Поснимай. Послание к эфесянам, 5 глава, 11 стих. И не участвуйте в бесклонных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают, тайно стыдно и говорить. Толкование. Блаженно, греховатка. Бесклонные дела тьмы греха, потому что ничто иное приносят, как смерть и стыд. Итак, не должно принимать участие в таких делах, но напротив, обличать, то есть наставлять тех, которые делают таковое. В каждом другом месте говорится, не судите. Это сказано вместо не осуждайте. Иное дело обличение и иное осуждение. Первое служит к исправлению, а второе к осмеянию и наказанию. А при том же не судите говорит о самых незначительных грехах. Посему и присылку к пляме, что ты смотришь на сучок в глаз брата твоего. Матфея 7, 2, 30 стих. Намекает даже Павел на некоторые неприличные деяния, которые нашли себе место в эфесе. Все, конец. Все расстанковано. Если подробнее, какие именно дела? Дела в плоти или дела в дух? Или то и другое уже? Мне звонил сегодня батюшка. К нему приходили пасы, приезжие. Вот я как говорил, так все нет. Очень похоже на 90 с лишним процентов, чтобы похулили Духа Цветового. Полностью дверь закрыта. Ничего не понимают. Батюшка говорит о совести. Какой совести? Что за совести? То есть это знают язычники, которые никакого такого высокого божества не знают. Но и совесть судит или оправдывает. Это нет намертво. И они где бы не услышали, какой падает там запах, отвратительный свет. Они туда кидаются и живут все. Ну а что делать? Ничего не сделаешь. Они плетут золотые минусы тем, кто верует в Бога. Вот и все. Они нужны. Но здесь-то пока мы мученицы с ними, думаем, зачем это все? А другого нет. Начали разбирать то, что было немалое дело. Еще два раза там ходить по эти грехи. И вот здесь, вот я говорю, все это расплавится, уйдет. Ни одного листика на земле не будет. Ни одной рукашки. Все сгорит. И тогда это все покажется таким далеким. Чужая биография. Да ну неужели я не рухий? Я же видел, что это ложь все. Уже ничего нельзя сделать. Сатана сковорный. И мозги были на бекре, теперь стали прямо. Батюшка, я пытаюсь говорить, абсолютно бесполезно. Даже малое-малое что-то. Ну тебе зачем? Нам главное бумажка. Как бумажку? Вы по совести рассудите, как это могло быть или не могло быть. Не надо ничего. У нас бумажка. Вот они нарваются, рано или позвают, а бумажки их подожжут. А ноги тоже совсем рядом, потому что мера беззапония через края уже бьется. За всю жизнь я на днях не работал человек в грехе. Что-то покупал, продавал там. А как можно? Никак. Повторяю, никак. Ты только молись, благодари Бога за это. А могло быть хуже. Это очень спасибо вы меня. Язычники с самой разной периоды мировой истории обращались к совести, не имея законов. Совесть то судит, то оправдывает. А это нет. Они слышали когда-то, ходили в храм, молились, считали. А потом к подготовке сидят. Это бывает хуже первого, а лучше не познать. Берет дьявол всем злейших себя и вселяется и живут. Он не понимает, что говорит. Вот я вижу на них, они ни одной книги за жизнь не прочитали. И о чем бы ни сказал, он не понимает, о чем речь идет. Закрыто. Здесь речь открытая. Вот послание к Колостину идет когда-то. Послание к людям, которые любят добавлять что-то. А вот ангелы, а вот кто-то другое. Христос спас нас. А если другого нет, вот приходят, допустим, я проповедовал, бактисты там пришли. А можно так вот, чтобы быть православным, а святые не молиться? Можно, но только нихуи. И все. Прямого почтения, как у нас с мощами, вот этого нет в Писании. А чего нет, вот этого и суда нет. Я признаю, но я вот не молюсь. Долго ты не молился. Да никогда не молился. Ну, мне покажут. У меня двое такие, тазенькие, сами высокие. И пацаненок такой же, лет 12, юрка. Говорит, мы принадлежим к новой жизни. Новая жизнь, это название секты. Я говорю, почему суда? Теща, кандидат каких-то наук, православный, сказал, что только кладки на судах. Но мы не хотим отношения портить при языке. И вот такой пацан, ну, как же все в Библии считает. А потом, говорит, интерес у вас, у православных, как вот, жития. Летом, говорят, шубу носят, а зимой босиком хует на слегу. Ему интересно. А когда мы приехали в последний раз, он вышел, перекрестил, свои родители приехали. Юрка, ты совсем православным стал. А мы его не как, как ты ему молился, вот так вот. Ну, так и молились. Только на молитве, чтобы ты был обязательно. Он несколько дней постоял, глаза открыл и стал треницей. Притом, мне разве вы не сказали, что давай пальцы слагаем и так, и так. Это все в Божьих руках. Люди, которые ничего этого не знают, вообще ни Духом Святым, они не понимают. Они сказали, что я сейчас сказал, пересказать. Никак. Я нахожусь в Молдавии. Привез туда хороший человек. И, говорит, у меня очень хорошая знакомая в аптиске. Пойдемте, они, может, тебе поговорю, дадут вам слово сказать. Я говорю, что собрание большое, примерно 450 человек. Ну, и, правда, он подошел, креститель, бритвы, бороды нету. А вы могли бы нам слово сказать? Я говорю, ну, вы, я не знаю, у вас как расписание. Да нет, что Бог положил. Ну, что Бог положил, то я и скажу. Вот я тогда сказал, ну, одна, говорит, я вам пришел детей крестить. Ну, ребенок же не понимает. Написано, кто верует и крестить все будет. Да как верует, когда мы не понимаем? Я говорю, это, оговорится, образ, не в образе, а в истине. Образ был, это, считаю, в 12 главах пути, когда избрал Бог Аврааму. И какая душа не будет обрезана, да будет верно смерти. Да когда ребенок, смерть. А в Колосе 2.11. И так подобное всему образу у нас крещение, будущее обрезание. В обрезании он что понимал, а сми не было. У нас еще не понимают. Тут согласились. А ребенок, как вот, я говорю. А вот ребенок, так он же безгрешный. С 14.4 считаю я его. Кто родился чистым, а те чисто. Точка. Я один. Дальше. Беззаконие зачала мне мать моя, и въеха родила ее мать. Говорит. В 57 стих. Так все. А Надежда, так в первом году сидит. Да я завтра же пойду в православную церковь, покрещу его. Баптисты. А в конце, простите, он говорит, вот вся община наша готова принять православие. Вот и все. Что такое люди верующие? Вот ко мне на занятия в университет приходили когда-ли. И баптиисты, и всякие, и ка-двенчисто седьмого дня. Ну вот как вы думаете, вот у баптистов есть был святой или нет? Вопрос серьезный. Я говорю, а вы записаны. Я говорю, а вы признаете, что Иисус это Господь, сотворивший мир? Конечно. Я говорю, никто не назовет Иисуса Господом, как только Духом Святым. Раз вы признаете, что это не Явым, Дух Святой уже признан, но это первая ступень. А их-то 77, а вы дальше уже не идете. Именно это первая ступень, не имея Духа Святого, не дали Ему разбить вас в истину Господнюю. В одной Америке 21 тысяча разных названий всех, у которых нету поклонения Божьей Матери. Ну ничего нету, в чем они, икон нет, икон от идола. И все выше откуда-то, от католиков, от православных, и все разные. Уже ничего нету там, ну, пляшет во них трусах, там женщины, страшно сказать, что делают. Пляшет, скитает руки, там, и упадут, и, ну там все. Муж увлекся и не может, он залаял, а из него Дух не выходит. Вот и жена его на ошейник, и домой ведет, он с ней рядом, а щеперенько отползет. А то такой Дух проявляется, видите, какое смирение. И псы едят в руки под столом. И все это снимают во время, когда идет их так называемое богослужение. А в другом месте, это осколок неба. Там, я не знаю сколько, но тысяч сто, наверное. До горизонта все засла на людьми. И одновременно все пляшут, танцуют, обнимаются. И они тоже так думают. Вот, а до доли возникли, недавно, лет пять назад. Новая секта. Полная одерживность людей. А как писать мне? Вот. Не иди дальше этого. Чего нет в Библии, а то не рассуждаем. Одна фраза, и все кончилось. А в Библии есть то, что будет писать. Адамичин писал перед ковчегом. Перед ковчегом у вас, ковчега нету. Перед кем вы, перед кем пляшетесь-то? И далее это, что оно нам говорится? Избранник Божий, ему Бог открыл. Они переносят этот ковчег. А ковчег означает что? Ковчег означает Божью Матерь. А почему? Внутри ковчега лежало Слово. А Слово вначале было у Бога, Слово было Бог Христос. Где он означает Матери? Жители Берсомиса выделили. На быках едет какой-то большой ящик. А что такое? Это еврейское поклонение. А что там? Вот теперь посмотрите. Там первый священник, развод. Ну не пришли за минуту, да ничего там и нету. Только отошли. Ха! Падает один, второй, третий. Ну это пять человек. Это пятьдесят тысяч и семьдесят человек сразу умерли. Какая болезнь? Такой болезни даже на земле нет. Ангел вышел поразил за то, что заглядывали. Заглядывали, что у нее дети были Божьей Матери. Вот куда идут. Сказано не имело. Все, присталево, молею. Прими это. Не буду спать. Что Господь не поразил тебя за этот ковчег. А она ковчег. А приезжали внутри ее Слово. Слово Христос. Все стало на место. Ее гвозди говорят. Вот вы Христу поклоняйте собой. Ну нет, это Христос. То дьявол пригвозил грехи ко Кресту. Пригвозил. Значит, он на нем там. Он и жертвенник. Семь дней освящает жертвенник. И кто к нему прикоснется, тот засветится. Тридцатая глава Иисус, когда пишет об этом. А у нас Христос лежит на жертвеннике. На кресте. Пропитанный кровью Сына Божьего. Как он может быть и святым? Счастливейшего творящей святы. Давай. Не забывали вас в сказаннике? Нет. Нет, а нам сказали в час. Мы тоже опоздали. Видишь, это? Парамоклый. Стринадцатого. Скажи, какая страница? Это было тринадцатый стих. Да, просчитали первые. Нет, нет, тринадцатого. Стринадцатого. Он не расслышал. Все же обнаруживаемое делается явным от света. Ибо все делающееся явным свет есть. Поэтому не бойтесь. Батюшка говорит, чтобы с собой все время было. Что они говорят сразу, показаны. Они уже не отрекутся. Поэтому просьба у кого есть сегодня все снимать. Время настало. Все делающе свет. Прятать нам нечего. А было ли у нас в жизни, чтобы хоть раз сказали, что не снимайте? Никогда. Я иду в Краевая администрация. Только вышел там или мимо идем. Мужчина один идет, остановился. Опять быстро к нам. Высокий такой, усовался. Вы не Лапкин? Я говорю, Лапкин. Разрешите сами сфотографироваться. Кто это? Мужик дал вам свой фотоаппарат. Да мне еще жалко, что ли. Я стою в соборе Софийском. Главный собор России был. Идут японцы. По-своему говорят, а ничего не понятно там. А потом по-английски начали вроде бы говорить чуть-чуть. А тут маленько, а другой маленько. А можно сфотографироваться? И давай чакать мне. А я стою на паперте. На хрице. Ну и что-то там будет. А ему надо человеку для чего-то, для газеты там или. Было бы что. Нет, небось, делающийся явным свет есть. А когда прячется человек, ой-ой, не надо. Там что-то есть. Там много, может быть, что есть. У нас есть дела, которые делишками зовутся. А это большая разница. Пошли. Толкование. Сказав, что вы свет, а свет обличает скрывающегося во тьме, он присовокупляет. Итак, если вы будете добродетельными, то они в состоянии будут скрываться лукавые. Ибо как при свете светильника не вошел бы вор, так при свете ваших добродетелей будут уловлены и те, особенно если они обличены вашими настовительными речами. Как рано, когда закрыто, не допускают никакого врачевания, так и грехов. Когда же будет обнаружен, то становится светом, не сам грех, а делающий его. Ибо когда, подвергшись обличению, принесет он покаяние и получит прощение, не удалится ли от него тьма? Или же говорит, что ваша жизнь, когда она открыта, есть свет, потому что никто не скрывает своей незазорной веры и деятельности. А тайное потому и скрывается, что оно достойно тьмы. Это-то и нужно выводить наружу и обличать. Интересно, вот как лукавый, вот у меня приехал один, я не знаю сейчас через кого, вроде бы через Алексея Загуляева. Ну, ремонтирую технику, там приемник и все. А потом узнаю, что он от жены сбежал. Жена такая крутая, там подруги, и он как... И вот кто-то сказал, говорит, видели, жена приехала потеряю. Она тут спрашивает, где. Я его сразу посылаю сюда. Вот пройдешь мимо, и там дальше столько крапивы. Залез в крапиву-то и не вылазь, пока не уедет. Когда она приехала, где мой гена? Ну, 7 метров. Она ни слова не завернулась, а мимо прошла посюда, прямо на то место повернула. Ну, иди и вылазь сюда, пошли домой. Я по сей день удивляюсь. Там, если бы я рассказал подробно, 10 шагов прямо, 15 в сторону, а потом 2 вперед, и то бедит. Ни слова никто не сказал. Она прям сходу пошла, на его привел, вот он, гена. И он как вот ушел, и больше мы ни разу не видали. Проглотила с башмаками. Вот, брат, сила. А один такой, видно, что ходовой был. Там одна, вторая, третья у него. Ну, вот, я обратился, и мне охота спасти кого-то там, Настеньку. Я говорю, ты обойди Настеньку настолько, чтобы забыл даже кальзвать ее. Ну, а как? Никак. Ты только сунешься туда, и все, она тебя... И все. Нет, пошел. Спасать пошел. Больше не этого. Другой там пал. Я говорю, как? Да вот она там была, такая соседка одинокая, зашла, обняла там. Я Библию читал. Ну, ты Библию читал, дверь-то мог за собой закрыть-то. А она подошла сзади, обняла, поплыл мой Абрам. Не знаю, где эта сара будет. Это, которая со мной вот лично общалась. Ну, ты запрещай, никого не пускай. Я вот открытый, чтобы двери были, никогда нет. Не достучишься. Мне хорошо, я не слышу. Но в дверь скажу, подойди к окну. Лежу, моя Любовь Николаевна принесла там картошку или что-то. Со стенкой живет. А так это... Сидите, закрой двери. Закрой окна, чтобы тебя никто не видел. И находи такие минуты отдельного общения с Богом. Никто тебе не мешает. Помолись и прислушайся, что скажет Господь Бог. Девочка одна знала, что молится отец. Пришли кто-то к нему. Папа молится. Маленько прошло, сколько времени, опять молится. Тогда подольше. А как? Папа молчит. Он слушает, что Божийка говорит. Ребенок это знает. А сегодня он не знает ничего. Башмаками закусывает все. Сегодня у нас один. Один Башмак спрячет, а второй берет и жует. Ну вот так. Пошли мы дальше. Послание к эфесянам. Это вот такое поддерживающее. А послание к филистическим послание радости. Одиннадцать раз говорит радуйтесь. Радуйтесь. Еще раз говорю радуйтесь. Ну как радуйтесь, это у меня такое несчастье. Там скотина пала, урожай подожгли. Радуйтесь. Сегодня так, завтра это будет по-другому выглядеть. Все дело, я своим там говорил. Один работает, медицинский работник. Все нормально. Другому понравилось его отдельно. А этот, который в одежде-то хороший. Там собачонка бегал, он прикормил, она у него пьет и ест. И тут тоже. А он решил, отраву медик насыпал и дает ему пить по норме. Он приболел-то. Он только подносит собака, как прыгнула, выбила из лапки. Лизнула и сразу мертвая упала. Кто это? С кем было? С человеком, который был в Барнавуле. Его зовут Федор Михайлович. Достоевский. Двойка, с матерью придешь. Помните? Достоевский. Это с ним было. А другой случай, я сегодня его рассказывал, вам расскажу. Разговаривают, а собачонка лает и лает. Ну, кто-то говорит, ну ты возьми ее, он там по окопу, первую мировую. Ну, тыщи дальше-то. Он схватил ее, собачонку, она к нему подошла, он ее прикормил-то. И понес-то туда. Только за поворот окопа обошел, как снаряд ударил, то место, где были все. Все погибли. Собаку вывело. Его звать Адольф Алоизович. Кто такой? Дитя. Ну, как это сказать, двойку. Не говори, пусть раскинут палаты. Вот какие мы знаем истории, когда сначала-то, казалось, мешает, а потом дальше-то и нет. Тут много другого зарыто. И надо смотреть на это. Вот. Два брата, это я уж попутно все говорю, перед революцией. Затеяли детский садик устроить-то. Следил, говорит, еще мы их отпускаем. Давай беспризорных наберем. Да и кормить будем. Ну и набрали беспризорных. Сначала 10 человек, 50, а потом 500 уже у них. И уже корпус построили, все. А вот она революция. Все, у кого что-то есть, все отнимаются. А здесь сам Ленин указал, не брать, помочь. Не брать и помочь. Ему это, наоборот, всем помогло. А до этого он даже не думал. Поехали дальше. 14 стих. Батюшка говорит, мы с Игорем поехали поля осматривать. Ну ладно. Посему сказано, стань спящий и воскресни из мертвых, и осветить тебя, Христос. Толкование. Спящим и мертвым называет человека, живущего во грехах. Ибо он и самраден, как мертвый, и бездействуем, как спящий. Какой стих это? 14. И грезит и воображает призрачное. Когда же пробудится кто от греха, тогда светит его Христос. То есть, воссияет для него, как и солнце для тех, которые пробудились от сна. Пока же находится во грехах, он ненавидит свет и не приходит к нему. И не относительно не верующих только говорит это, но и о верующих. Можешь найти и различия между спящим и мертвым. Многие, делающие зло, но не одобряющие делаемого, могли бы быть названы спящими. Спящий и мертвец. Вот я чем от вас отличаюсь? Тем, что у меня гроб есть, а у вас нет. Мне гроб сделал человек. Красивый, туда иного распрямились, как раз. Так это еще не все. Гроб. А вот не было вас, чтобы умирали. В неделе полторы назад, нет, наверное, две уже недели будет. Я почувствовал, дыхание у меня останавливается. Сердце совсем стук. Прислушиваюсь, еще стук. Вижу, что так. Готов я или не готов. Все уже проснулся. И чувствую, как жизнь быстро-быстро утекает, прохлады наступают. Я говорю, господи, как тебе угодно. Сердце чаще забилось и встал. Конечно, не испугался, ничего. Как будто бы так и надо. Но как-то встал, все-то мне не достает. И вот я хожу, опустошенный такой. Что-то было у меня такое рядом, прям совсем. И я отказался, как будто бы. Пошли. Они легко пробуждаются. И к ним-то относится выражение «восстань». А другие, которые делают зло и оправдывают его, могли бы быть названы мертвыми, так как их труднее воззвать к добру. Однако и к ним взывает слово, чтобы они восстали. Ибо не должно отчаиваться относительно возможности изменения природы. Надо знать писание. Я уже рассказывал, может, некоторые знают. Когда был Ленинград, а сейчас там Петербург называется. И там есть Исааковский собор. Я сколько разговариваю с грамотным. Исааковский что? Ну-ка, что это такое? Аврам, Исаак, Исааков. Это, наверное, Аврамов сын. Нет. Это Исааковский. Это по житиям святых. Касается каждого из нас. Это 4 век. Исаакий. И там написано, какое его прозвище рядом. Он никого не боялся. Царь уходит на войну. А он впереди его. Говорит, не ходи. Сначала освободи православных из тюрьм посадил. Иначе не вернешься. Ты кто такой-то? Ну, это Исааки. Так это... Ну-ка, уберите его отсюда. Он поехал лесом. Из леса выезжать. Он там уже стоит. Он бегом-бегал. Опять остановил коня, взял царь. Последний раз, говорит, от болота, бросим болото. А в болоте там большие эти, ну, такие растения есть. И он на них как на поплавках. Ну и вернулся. Его сразу арестовали. А потом проходит какое-то время и говорят. Царь-то идет с победой полной над болгарами. Теперь тебе будет. Ничего не будет. Я слышал запах жареного. А он с главным военачальником, министром обороны. Залез в какой-то сарай. А там кто-то показал. Они там. Их подожгли и сожгли. И он там находится. И там услышал запах. Ну и ясно дело, все свободно. Поэтому сегодняшнее положение тех, которые вот так вот судят. Другой, это ничего не значит. Это необходимо, чтобы закалить нас. У меня один был такой. Он полуглухонемой такой. Иногда даже слова говорил. А сын такой тоненький. И вот в воду зашел, он орет. Он под воду раз. И как-то когда выше верхней губы, полное молчание. Я тебя все равно закалю. То есть он умеет закаливать. А голос такой грубый. На поверхности все равно закалю. Вы смеялись сколько-то. Вот так, когда с людьми-то сообщаешься. Столько интересного. И мы говорим, это два варианта. Дали мне цыганку одну. Маленькую. И цыганенок. А вы все эти. В первую же ночь. Он ночью встал и своровал гребелку. И в норку затолкал. А для чего? А для своей сестренки. А она знает. А она не знает. Такого у нас нет такой. Ну нельзя же воровать-то нет. А потом она сама попалась. Я написал. Я воровка. Написали. И стружки лежат. И она на куче должна была сидеть, до обеда держать. Я воровку. Чтобы все боялись. А Наташа была старшим воспитателем. И деньги-то подсчитывала. И потом говорит. А почему у меня деньги не своровало? Она говорит. Да я тебя видел. Ты их пересчитывала каждый день. А то нашего брата все касается. Пересчитывать надо и не показывать. Куда-то спрятать. Пошли. 15 стих. Итак, смотрите, поступайте осторожно. Никак не разумные, но как мудрые толкования. Опять предостерегает от вылечья гнева. Как бы говоря, вы овцы посреди волков. Многие злобствуют против вас. Даже свои домашние. Смотрите, никому не давайте повода ко вражде. Кроме веры пусть никто ни в чем другом вас не обвиняет. Но оказывайте почтение и всякое послушание там, где нет вреда для веры. И будьте как голуби. Ибо в том состоит мудрость или благоразумие, чтобы сохранить себя самих чистыми и никому не мстить. Ну вот я такое толкование. Но ты не был, отняли от тебя. А у брата твоего такая есть книга. Что ты будешь делать? Я говорю, к дяде Игнатию пойду. Нет, меня уже нету. Что будешь делать? К нему пойду? К нему пойдешь. А тебе надо ехать в другое место. Далековато. И он говорит, а у меня один экземпляр. Что дальше? А вот что дальше? Когда я обратился, 27 сентября 1962 году. Там сектанты. И все в Роси. Как так? Одно место писаний по-разному толкуют. Я тогда такая скатерка лежит в клеточку-то. Господь говорит, я во все дни завтра до скончания века с вами. Сегодня сколько на земле? Там 1400 сект. Которые тогда были. Мало еще. Пойди у кого. Но истина где-то есть. Я с вами. С кем с нами-то? Я тогда 100 лет назад. 1113 год. Всего 130. А я еще ничего не знал. Давай ниже опускаться. 17 век. Всего только 8. Я еще ниже давай опускаться. Как называлось? И пришел к православию. Злотауст. Собрал святых отцов. Блаженов и Феофилард. Где он есть? Я в разные библиотеки нигде нет. Советская власть. Что делать? Наш корабль отправляют на ремонт. Ну и основных отпускают мои моряки. Там выходные дают. Потому что когда работаешь. Суббота, воскресенье. А ты же на море. Они причисляются к отпуску. Отпуск длинный такой. Ну отправили в Литву. Клайпеда. А мы-то были где? Венск. И вот тут теперь я сразу по городу пошел. Я-то только на пути нужен. А ремонтирует док. Док, где находится. Загоняет корабль. Мне говорят. А вот здесь какие-то люди собираются молиться. Я пришел. Это поморцы. Старообрядцы. Без священства. И какой-то мужчина такая. Вот прям узнал бы его сейчас. Вот такая вот. В сторону. Такая борода у него. Ну мне говорят. А у меня есть блаженный феофилакт. Феофилакт? А как? Ну могу дать посчитать. И он меня к себе домой привел. Ну мне 23 года. А у него две девушки. То ли двойняшки. Сейчас не знаю. Я сильно любил косы. И у них косы. Вот такие наверное. Вот. И сзади бьются. Они обе такие. Я соволосую. Я там в отдельном нашел. А они туда пройдут. Обратно. Я никого не вижу. Не знаю. Я только пишу и пишу и пишу. Вот что делать надо. Писать. Я все начал. Матфея. Пятая глава. Десятое толкование. Двадцать четвертое. Ой. Да что я нашел. Он-то тоже хотел бы меня тут прилепить. Хозяин-то. Не знает. Мне ни обеда, ничего не надо. Нет. А тут. Такие мастера были. Отремонтировали корабль. Надо уезжать. И на Матфея я застрял. А вот теперь я еще везде. И нигде нету. И когда в Новосибирске оказался. Ужил старобрядство. Белокринец. В согласии. А там у них оказалось полностью. Теперь я там сижу. А потом у меня получилась машинка. От руки переписывал. Сейчас не знаю кто. Кажется. Аликтина говорит. А что ты так мучаешься. Продает же списанные машинки. Поломанные. Маленько запаял где-то. И я так и все. Да говорит. Можно печатать не глядя. А как? Книжка есть. Достали мне книжку. Теперь я еду в церковь. Стоят люди разговаривают. А что они говорят. У меня в рукавицах пальцы. А я печатаю за ними. А брата я печатаю. Видишь как находил. А когда языками занимался. Увольнительной. Идут две женщины. Одна разговаривает. Это немка. А это француженка. И так что говорит. Я перевожу по немецки. Это по французски. А третья по английски. Я иду. У меня голова все время в огне горит. Вот так вот. А что делать. А теперь я перепечатаю. И по нему веду где-то. Сейчас не могу сказать сколько. Больше 10 лет вел занятия. А уж потом переиздать. Да полностью. Я-то только конспектировал. А потом переиздать тиражом. Никогда бы не поверил. А вот что значит. Бог отвечает на любовь. Вот первый который был. Я сейчас узнаю. Да. Это первый выпуск был. Первый. Черно-белый. Второй выпуск. Теперь вышел третий. Вот для. Письма в православии первого было тысячи. Самые три тысячи. Это сейчас издали пять тысяч. Новый который видела. Он два раза толще. Вот сколько тут работы. Это даже высадать нельзя. Вот одна проповедь. Я сейчас сказал. На улице там. Немножко. Записали. Перепечатай на бумагу. Из видео переведи в Word. А из проповедь у меня было 60 минут. И некоторые проповеди. Допустим до 2010 года. А они вошли в книги. А эти нигде нету. И мне помогали 68 человек нынче. 68. Да так медленно. Они не понимают. Библейские имена переверывают. Там вот такая вот. Надо сознание хотя бы. Я там припомнил, что я говорил-то. Там слова смысла нету. А потом надо еще синтаксис все это перевести. И я перевел за это время. За весну и прочее. 370 проповедей. У меня глаза вот так вот. Я утром встану. Вот так вот разлепляю. Ничего не вижу. 370 проповедей. В каждую букву вникаю. Останавливаюсь. Сверяю. Почему? Любовь. И вот и сейчас, если этот материал у нас выйдет. Вот это у нас трехтомник. Проповедь в стихах четырехтомник. А это сейчас готовится в семитомник. Семитомник. Называется будет проповедей во свете Святой Библии. Такого названия никогда не было. Не просто там выходит, ткачок говорит. А все основное на слове. Вот я сегодня говорил. Я вам показываю. Ты если слышал, проведи. Вот это сколько? Посмотри. 750 даже на странице. Посмотри сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Это оглавление. Вот смотри, сколько надо было по страницам подобрать. 740 вот здесь написано. Сколько? 740 стоит. Ну так. А там дальше. Дальше будет 752. А здесь каждый том будет 1320 страниц. 1320. Семитомник. И формат будет, она будет выше и шире вот такая. Это даже нельзя сказать. 112 страниц фотографий будет святых только в каждом доме. То есть такого никогда не было. И я говорю, а вы думали, я об этом не думал. Я знал, что надо. И вот среди, которые делали, нашелся человек. Ну, не просто настолько добросовестно это. Ну, медленно-медленно. Я бы уже к изданию. А к изданию не можем сдвинуть с места. Требуется не менее 12 миллионов. Это на новой конструкции комбайн. Примерно так. Да еще, наверное... Да? Ну вот, представь себе. И как издаете? Не знаю. Ну, я молюсь. А ответ один. Мне помогают тысячи людей. И соти тысячи. Которые желают иметь такой материал. Все будет ламинировано с закладкой. Ламинировано такая блестящая со мной. Видели, как вот пропадь в стихах какая она из этого будет. Это будет всем томом. Вплотную подошло. Один занимается фотографиями. Один... Это он же форзац. Первые листы, как красочно украшенные там. Налилованные бумаги. Все это такое. Высшего качества. Но будет ли сделано, я попрошу вспомнить перед Богом. И чтобы человек, который поставлен старшим синтекс, как-то сбавил требования. Ну, настолько каждую запятую. Ну, медленно-медленно. Ну, смысл я провел. 370 проповедей. Ну, там где-то, может, ты пропустил. Нет, это навекам. Это навсегда. Я говорю, да, я бы хоть вывел. Ну, вы хоть какую-то награду оставьте для неба. Когда вы их и там, тогда увидите. Смеются надо мной вовсю. Я когда людям хочу показать значимость свою, здесь я привожу, показываю гроб. Какой мастер. Я увидел у Серафима какой, пришел, кто такой гроб сделал, прошу, ты сделай мне такой же. Я его выкупил, все. Я говорю, вот, когда прорабом работал, после учебного, когда закончил техникум, а тогда брали, смотрели, какая биография. Отец без руки, три брата на фронте. И меня взяли в МВД. Министерство внутренних дел, строгорежимный лагерь, село Кличкино и Аркутской области. Без выходных, в две смены, семь месяцев. Каждому заключенному, дай, что он выработку сделал, сто два процента. Если сто два процента, ему тогда день отсидит, за два засчитывается. А его он не сделал. Он летчик. Он не может делать так, как следует. Говорит, руки не так приставлены. А если сто двадцать один процент? За один день три. Больше другой льготы нет. А я-то сами какой. А я делаю все по норме. Вот сейчас встал от себя смотреть, такая планка длинная, потолок штукатурит. Прислонишь, не больше пяти миллиметров. Ну, она учительница работала, она лучше не может. Мне бы только... Там никто мерить-то не будет. Но инструкция мне так говорит, я по ней делаю. Что я делал? Я понимаю, как они стонали от меня. Я делал по нормам. А что она такое? Я говорю, холодно спать, а рядом столярка. А я сижу, наряды составляю ночью. Холодно, я взял, сделал гроб. Струшек туда наложил. И лег. И туда вот так палочку поставил, чтобы она не закрывалась, не вздохнулась. А утром пришла уборщица, убирает рядом-то. И когда я рядом-то услышал, я гроб-то припадела, и два моего места не взяла. Ее как не бывало, приступ или... В жизни какие истории бывают. Я-то делал не пугать. Мне надо было на работу не ходить, я рядом здесь. Шесть объектов. Двести пятьдесят человек. А ни опыта, ничего нету. Топор в руках-то держал, знаю. Но все вспоминаю, сколько я ошибок наделал. Те люди ушли. Вот понимаешь, и никого не было подсказать. Да бросьте, ну пускай семь миллиметров будет. А семь это ей надо еще больше набрасывать. Не вернуйте еще, Господи, прости. Оказывается, норма, и все по совести, и в то же время реквеста. Поехали. Шестнадцатый стих. Дорожа времени, потому что дни лукавы. Толкование. Не изворотливости учит нас, но поскольку, говорите, время не ваше и вы, пришельцы, странники и посторонние, то не ищите чести и славы, не отомщения, но все переносите, и этим искупайте время. Все отдавайте, чего бы от вас ни потребовало. Подобно тому, как богач, видя нападающих на него, с целью лишить его жизни, все отдает и спасает себя. Так и вы все отдайте, чтобы спасти главное, то есть веру. Не сущность дней порицает, ибо сущность дня, свет, конечные часы, а в них что у кого? Но зато, кажется, порицает дни, что в них совершается. Как и мы обыкновенно говорим, дурной день провел. Конечно, по причине того, что случилось во время его, и что бывает от людей лукавых, а не от бога. Итак, дни называются лукавыми по преобладанию господства злых людей. Так, о чем говорила Афелина сегодня по домику? Заверши там, сделай еще кому, куда, что, как. Хотя это не будет соответствовать действия, что я не продавал его, я его не покупаю, но как-то сделать так, чтобы и обмана не было, и сделать надо. Потому что они с ума сходят, что лезут, и ничего не сделаешь. Но я-то еще надеюсь, что Бог пробудет какую-то душу, там, прокурора, судью, и пух и прах разнесет, как этот Белоусов. Он ни на кого не смотрит. Тут просто так. Так, эти окна. Ну, а кто их вставлял делать? Они все вместе покажут на меня. Так, стены из кирпича в окрас. Думаю, кто делал? Я, кирпич мой. А полы кто делал? Я. Потолки кто? Я. Крышу кто закрывал? Я. А эти годы, когда срывало шифром, кто было? Володя Лазелтоном, а одна семья. То есть, тут-то надо спрашивать конкретно, а как они могут? Бумажкой. Бумажкой. Бумажкой остается, а правда-правдой. А потом, так как мы двое делали, Павел и я, то вторую часть я у него перекупил. У меня документы на это есть. И теперь они как-то залезли в ворюги, присвоили и перепродают другому. Не кому-то, а дарить с таким жестом. Он приезжает беззаконный блудец и все это дарит. Но, то есть, делать надо так, чтобы я нигде не вылажил. Батюшка сказал, можно даже в милиции приехать сегодня. Но, когда на суд-то выйдем, молитесь, чтобы судья был. Он одним махом все это подсечет. А им ничего нет. Вот в прошлом году, когда были, милиционер сидел с батюшкой и говорит, а зачем вы такого человека приняли, который стучит на вас? Он говорит, а кто он вам будет? Ну, называется племянник. Премянник, милиционер, он такого даже не встречал. И это так, он подает на меня, на уголовную защиту совести. А у него ни совести нет, ничего нет. А его защищать нет, не должно быть, не доказано. Второй раз подает, любыми путями, то есть, это равный характер. Посадить любыми путями. И его второй раз отказали, а дальше вместе нельзя, чтобы им займутся. Теперь он берет этот дом, стоит рядом, а я его возьму. Это ворюги. Вот мы сегодня посчитали, когда пилишь дрова, там вот так вот, как козлик, а вот это ложным бремешкой, но не пилишь. Он себе козлик этого сделать не может, а у меня пилят, и основания закопаны в землю. Ну, чтобы не двигалось с места-то. А у нас устав. И считал человек этот, без хозяина, ничего не брать. Он пришел, рванул, вырвал и понес домой. Ну, как это понимать-то? Это же все надо будет сказать. Я когда это узнал, я говорю, а зачем ты так сделал-то? Ну, он никогда не работал. Они то ли бильярдом занимаются, и учатся там что-то кидать. Ну, ничего нет. Он ни одного окна не вставил, ни одной дощечки не вставил. Учитывая, что мы с братом Акимов, помогли на миллион. А тем временем нам это и другие деньги было. До последней копейки. Кто со мной живет, ему трудно жить. Вот они купят молоко, а я не ем, потому что я не заплатил. А бывает возьмет, да и подсудит мне надо. Вот это у нас Дарья, ее муж. Я все равно матери Елене отдам стоимость молока. Мне не надо, да, но я воздерживаюсь, и я свободно обхожусь без этого. Вот когда все это разбираться-то будут, а тогда другое. А у меня на покупку. Да, это не думал никто. Батюшка говорит, сестра, Валентина расписалась, а при ней это было. Еще один у нас задавился. Слушатель. Вот так. Валена подпись там стоит. За сколько и чего и как. Ну не знаю тоже. Надо быть. Здесь-то когда землю-то пытался сделать, землю-то там нарышка, чтобы не пропустилась. Он где таким вот показывал себя, какой он. И тут будут приезжать люди. Страшки по грязи будут ехать, чтобы здесь ночевать. Я когда помог ему однажды, а мы у меня фотографировали, я говорю, еще 10 тысяч должен. А я только что ему помог, кажется, 300 тысяч сразу дал. Я говорю, тебе сейчас отдать или завтра? Сейчас. Я говорю, тогда ничего больше нет у меня денег. Вот такое дело. Это реальности, которые были здесь. Вот я сделаю что-то, смотреть будут люди. Не будут смотреть они, они будут думать, какой живоглот. Все тут закрыто. Сумели сделать? Нет. Увидел дом пустой. А там было у нас одно окно разбитое. Лазили. У меня на балерине там хранилище. Номер один, оригинал, насчитанный на пленке. Златоус и прочее. Они у его ребятишки залезли, у меня там изгадили все. По всей деревне распустили эти, катушки размотали. Вот где твоя работа должна быть. А не то, что ребенок родился, за эти деньги я живу. Да кто приезжает какой-то и на руках сразу с ребенком идет, что вот дарит, поедет опять. Там громадные деньги отпускают. Даже сделался авария, тут же махнул, как еще не было. Баню не пустил, а кто-то его. Все, сразу новая баня куплена. То есть там деньги, деньги, деньги. А заработал не рубля, не рубля, не рубля идет. Вот такое дело, брат. А ты говоришь, что делать? Молить, усиленная молитва. Чтобы Господь все устроил по воде своей. Мы идем еще временным путем. А одно только думаю, что мне вот 86-й год пошел. Я уйду, а вы останетесь. Еще молодые. Сколько будет? Тут-то я, видишь, по частям разбираю до одной плашки все. А тут как будет? И главное, к батюшке пришли, а ко мне не идут, не один. А я с голубями вожусь целыми днами. Вольер им там построил. Поехали. Семнадцатый стих. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Толкование. Так, как, говорит, в настоящие дни преобладают дурные люди, то вы, как мудрые, старайтесь не подавать им никакого повода против себя. Ибо в том и состоит воля Божия, чтобы соблюдать себя чистыми, с сохранением и верой. То есть не давай повода. Я никакого повода не давал. Вчера мы-то приходили, он говорит, вот здесь вот, где мы, наш туалет, который мужской, а отрезать нам туалет не давать даже. Вчера приходил, далее видел ему. А я в это время на верху на крыше был, не видел. То есть гоголем ходят, надуваются. Но это где-то вот совсем рядом. Как только сейчас, как крещение подойдет там, ну, может, мужчин 15-20 с корнем все это выделим оттуда. Что они там делали, оторвали, замок и кроще вернем. Люди, мы стараемся там ложаться спать. Вам надо там, ты одна, ложись. 10 мужиков, ты одна. Маши-то тебя не тронут. То есть нам нужно пока обойтись. Уже все высчитано. Они слепые, ничего не понимают, не видят. Ласковый теленый, говорит, двух маток сосет. А этот? Я еще молчу, что я головы инунья пишу, которому он видит. Ни слова не написал. Вот какое, брат, дело. А что делать? Еще повторять только молиться. И понимать, что нам, дан Богом, это человек, чтобы нас совершенными сделать. В интернете интересно. Вы видели, когда вот это вот? Ну, где он взял такую вот такую? Кто-то говорит, это же военная пилотка, он только разогнул. Разогнул. А они считали такая удобная, закрытая. А что, дырка там, дырка. Интересно один. Могу даже сказать, что это Ермолин. Фамилия-то Ермоленко взять-то. А это Ермолин. Ермолин. И он, как его назвать-то? Ну, припомни. Антоний. Антоний. И он говорит, болел ли отсюда лекарство. Ну, травы всякие рвало. И он сейчас пишет. Ну, не пишет, а по скайпу зашел. Я попрошу одно завещание сделать. Вот у вас фуражка есть такая на три цвета. Благословите мне ее. На фуражку завещание сделать. Я такого не слыхал. Так это не все. В Америке запрос сделали. Штаны, на которых обнаружили 18 заплат. Для музея. У Ленина прострельная шинель-то висит. Ничего нет. А здесь, то есть я не выбрасываю. Надежда Васильевна дал рубашку. Ну, возьми вот такие рукава. Прешаю там ту-рую. Она взяла, посидела. Так я за счет цепляю, она идет. Это 32 года назад я вам ее подарила. 32 года назад рубашка одна. Ой-ой-ой. Конечно, смешно все это дело. Но когда ты это с радостью принимаешь, мне даже нужды никакой нету. А вот там как-то кто-то помог. Ему ничего не скрываю. А вот такая-то женщина, там вам все несут. Я голодный сижу. Они глядят на нас. Я говорю, она тебе, женщина, не сказала, почему она пришла? Ей нужна была большая. Наши ребята сено помогли косить. До дома довезли. Но она принесла. А то сидите, только жрете, нигде не работаете. Так мы это-то сняли за столом-то, а то-то не заснята. Я о Люде говорю. Это ее увидели, когда она была, что-то принесла. Она не жадная. А коснулась именно так. Там есть с ним наши. Коп на ее возят, на тележке на своей. Нам-то это ничего нет. А там что-то свиньи были, что-то там они, двери какие-то, вон, у них они не делали. Это-то за кадром все. Даром у нас нет. Это мы друг друга любим, и все. Восемнадцатый стих. И не убивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Толкование. И еще опуздывает гнев, потому что и неумеренность вине делает гневливыми и дерзкими. А что порицает неумеренность? Это ясно. Ведь не сказал, не пейте, но не упивайтесь. Но пьянство происходит от неумеренности, так как неумеренное употребление вина доставляет и здоровье. Умеренное. Первое послание Димофея 5.23. И веселье, как свидетельствует Давид, Псалом 103.15. И Писание к тому же говорит, притча 31.6. Дайте вина огорченному душою, то есть увеселение находящимся в скорби, ибо оно смягчает огорчение и тоску. Посему и Бог создал наши тела умеренными, чтобы они довольствовались немногим и стремились к другой жизни. То есть неумеренное употребление. Ибо пьянство нас не здоровье приносит, но губит не только тело, но и душу. Это и значит распутство, трата здоровья. Или же словом распутство, простонародным его употреблением, обозначает здесь плотскую невоздержимость. Ибо от пьянства происходит разврат. Кто считает, что вину грех, вообще даже пину и пизда. Значит, тот на замещание и прочее. Вот я спрошу, у кого такое было? Вот такой стол. Сидит у меня со мной рядом с синодией митрополит. Здесь епископы. Налили полный стакан вина и говорят, выпей. Я говорю, да я от него выпей. А то от вас идет. А вас говорят, что вы считаете вину за грех. Я говорю, я не считаю, но тогда выпейте. А вино такое бурое где-то. Ну я, ну что делать-то, сидять. Я взял и выпил. Я говорю, у меня жена квас готовит крепший. Ну и надо, закончилось. Проверять больше не стали. Нельзя никак говорить. Такая молва пошла, что вы против вина. Да нет. Я знаю, пусть вина пил. А вот бывало так и считают, что свинина грех. Ну как в Ветхом Завете сейчас мусульмане, они свинину не дадут. Мы вот были на Камчатке. Ну добавку дают. Вот такой вот кусок свинины. Ну и проходит. Дают. Бери. А эти-то они тоже дают. Узбеки, узбеки, таджики. А там каких только не было. А им тоже дают. Он рукой не берет вот так вот. А на шелелку вот так вот кладут. А она свешивает. А отрезанный кусок-то. Вот так вот он выходит. Русские сразу хватают. В снег выбрасывают. Они не едят. А они их крепко держат. А русский шашлайн, как немцы говорят. Русская свинья хорошо работает. Ничего не понимают. Не положено. Мясо вообще, а в снеговский организм меньше приготовлено, чем молочное. Я не у кого-то нашел, а у Жириновского. Он говорит, вот это не перерабатывается. Вот это молочное, а тут все из травы. А я-то знаю, думаю, вот надо, от кого не ждешь, кто-то скажет. Так. Так, так. Пять минут еще. Еще две минуты. Дальше, да? Ну, у меня чуть побольше. На минуту. Ну, у меня точно идут. 12.58. Поехали. Девенадцатый стих. Назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными. Так, подожди. Песнопения духовные. Пропой что-нибудь. Христианин неси чудесный свой угол. Так. Вот послушай внимательно. Какая любимая твоя песня? Пропой что-нибудь на полный голос. Я могу ваши стихи? Давай. Просят, когда скажи, вот я. Духовные песнопения. Духовные песнопения. Духовные песнопения. Для человеков сочек. Один, как есть живой, и не попал в расход. Каким-то образом разведрились все тучи. Он часто повторял почти одно и то же. Сказаться. Забыла слова. Вы меня прям распыгол застали. Мы сегодня с ним репетировали. Я говорю, вот запомни вот эти две строчки, да? Когда апостол Иава говорил. Помнишь? Да любят прихожане все заповеди Божьи. Христос всех обездоленных накормит и согреет. Он будет тогда исполнять. Дубунова-то нету. А мы же должны выучить это. Спасибо. Спасибо. Мне все тогда закрываем. Спасибо. Вот эту ошибку сегодня сделали. Не объявили, когда занять это. Ну, тут что-то заговорили. Так получилось. Так, просьба еще раз говорю. Если возможность будет, по звездным небам минут пять хотя бы выйдите, помолитесь. Не пожалеете. Если одна где-то, одна не выходи. Вот с кем-то. Представь себе, где-то там летят люди. Еще там ангелы выше. Никто не мешает. Ты один. Это не город. Господи, как хорошо с тобой быть. Ну, и помянуть об этом деле. Да, Господи, по мере сил подаешь. По мере сил. Мы не говорим, что безразмерно. Нет. Это отступили. Всю зиму они думали, что сделать? Да давай дом отберем. А десятая заповедь говорит, не пожелай жилища близнего твоего. А здесь так уже он дает. Я тебя даю. Он дарит их, домает их. Но когда до дела-то дойдет-то, он первый будет в кустах сидеть, как мы с этим у Рыжковского-то отмеряли-то. Хотели на выставку или как там продавать. И землю отбились. Второй раз полезет, уже по ушам будет бить. Вот так. Наши едут. Так, едешь или нет? Никто. Поедут свои выезды на дом. Порывки. Порывки. Кому надо заказывать. Вообще сейчас. Достойно и всякого истину, Боже дитя Богородицу, Христа блаженную и принякорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херубь, И славнейшую, без сравнения, Серафим, Без искрения, Бога, Слова рушую, Сущую, только Родицу Терпичае. Господи, Боже наш, слава Тебе! Благодарим Тебя за этот воскресный день! Наполним милостью Твоей, Господи, за все слава Тебе! Очисти место это от нечестия и нечестивых! Помилуй нас! Избавь нас от врагов наших, Господи! К Тебе одному прибегаем! Тебе слава, честь и поклонение за все во веки! Аминь! Аминь! Ну все, прощаемся с нашими друзьями!